Всем привет! С вами Дремов Николай и вы на канале «Поступление и наказание». Сегодня мы разбираемся российскую проверочную работу по обществознанию за восьмой класс. В отличие от ВПР по русскому языку, работа, которая требовала от нас знания конкретных тем, общество знания построено совсем по иному принципу. Без сомнения, знать теорию в целом нужно, особенно если дело касается терминов. Их я заготовил еще для роликов по ЕГЭ в удобном формате Quizlet, и нам они здесь тоже подойдут. Однако, куда более важно понимать технологию решения каждой задачи. Всего их 10. Четыре из них предполагают запись ответа в краткой форме, комбинации цифр, слово или словосочетания. А большая часть заданий, то есть оставшиеся шесть, требует от вас записи развернутого ответа. Но это еще не все. Большинство задач состоят из нескольких подпунктов, и если вы подходите к их решению, не зная конкретные алгоритмы, вы рискуете потерять баллы. Для ВПР по обществознанию крайне важен тайм менеджмент. До начала выполнения работы вы должны просмотреть ее целиком и отметить для себя те задания и, что важно, части заданий, которые сможете выполнять быстрее всего. А когда справитесь с ними, переходите к оставшимся задачам. Но есть и приятная новость. ВПР по обществознанию не требует от вас пересказать тот или иной фрагмент учебника. На самом деле, данная работа составлена таким образом, что она проверяет ваше понимание основных принципов жизни общества. Я даже скажу так, фактически ВПР помогает понять, научились ли вы думать самостоятельно или еще нет. Ну и вишенка на торте. Значительная часть заданий еще и совпадает с задачами ОГЭ по данному предмету. Поэтому, подготовившись к ВПР, вы сможете для себя решить, стоит ли в девятом классе убирать обществознания для сдачи основного государственного экзамена. А теперь давайте внимательно рассмотрим каждое из заданий работы. Первое задание – это выражение собственного мнения. Оно состоит из двух частей, и для каждой из них мы напишем отдельный алгоритм. Чтобы просто объяснить, как решать то или иное задание, нужно заглянуть вот в этот фрагмент описания работы. То, чему вы научитесь или можете научиться, выполняя задачу. И это выявление основных видов деятельности людей, объяснение мотивов их поступков и разрешение конфликтов. То есть, от вас не требуется глубоких знаний по предмету. Обычно это часть общества знания, которое больше всего нравится ученикам. Вы можете откровенно выражать свое мнение по тому или иному поводу, не беспокоясь о том, что ошибетесь в применении понятий и терминов. Первая часть первого задания – это ответ на поставленный вопрос. Вам задается контекст. Интернет активно используется людьми в повседневной жизни. Далее следует вопрос. Как вы думаете, почему при использовании интернета необходимо соблюдать специальные правила безопасного поведения? Алгоритм выполнения этой части задания выглядит так. Во-первых, внимательно прочитайте контекст и заданный вопрос. Вы делите слова-маркеры, которые отображают ключевую информацию. Как вы думаете, основа данного вопроса спрашивается именно ваше мнение. Также я выделил интернет и правила безопасного поведения. Во-вторых, на черновике набросайте идеи, которые вы можете применить для ответа на данный вопрос. На эту часть не стоит тратить больше 30 секунд. Примеры – это интернет-мошенничество, кража персональной информации, экстремистские и иные опасные сообщества, игры с микротранзакциями. Ну, пожалуй, хватит. В-третьих, на чистовике напишите ответ, опираясь на одну из придуманных вами идей. Его вы видите на экране. Этот подход – перефразирование вопроса, выражение общей мысли, иллюстрацию конкретным примером – универсальный способ ответа на данный вопрос. В-четвертых, перечитайте написанный вами ответ и в случае необходимости внесите исправление. Данная часть задания оценивается в 1 балл, если вы дали содержательный ответ, и в 0 баллов, если ответа нет как такового. Как вы видите, ничего сложного. Переходим ко второй части задания. Тут вам надо составить короткий рассказ, ответив на поставленные вопросы. Их вы тоже видите на экране. Для решения подобных заданий, как в ВПР, так и в любом другом экзамене, я предлагаю использовать вот такую схему. Вы составляете небольшую табличку, где слева будет краткая формулировка вопроса, а справа ваши идеи касательно того, что можно написать по этому поводу. Итак, алгоритм. Во-первых, прочитайте все вопросы в задании и составьте на черновике схему для записи идей. Во-вторых, запишите идеи, на которые вы можете опираться при ответе на каждый из вопросов. В-третьих, сформулируйте развернутый ответ на поставленные вопросы. Помните, это должен быть относительно связанный рассказ. В-четвертых, перечитайте написанный вами ответ, в случае необходимости внесите исправление. Если вы ответили на все четыре вопроса и не упустили ничего важного, за эту часть задания вы получаете три балла. Четкая технология решения задачи позволяет вам получить за нее высший балл без особого труда. Двигаемся дальше. Задание номер два – выбор позиций из списка. По своей структуре оно идентично заданию номер шесть, а также не раз встретится вам в ходе подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Между ними есть небольшая разница, но она в целом не сильно влияет на ход решения. Во втором задании вам нужно выбрать верные суждения из списка. А в шестом сделать нужно то же самое, но вам представлен некий контекст. Его вы видите перед собой. Для выполнения всех заданий данного типа существует надежная и проверенная стратегия. Она называется исключение ответов или элиминирование. Ее суть в том, что помимо поиска правильных ответов, вы одновременно с этим исключаете заведомо неверные пункты, сокращая время на выполнение задания и страхуя себя от ошибок по невнимательности. Ценность элиминирования заключается в том, что даже если вы не можете определить однозначно правильный ответ, вы сможете исключить неверные варианты, оставив те, которые скорее всего верны, повысив свой шанс заработать балл за это и подобные ему задания. Сейчас я сделаю разбор второй задачи, а вот алгоритм выполнения задания 6 вы найдете в материалах, которые я приложил к посту в своей группе по ссылке в описании. Итак, чтобы получить свои баллы, придерживайтесь следующего алгоритма. Во-первых, внимательно прочитайте задание и подчеркните условия, относительно которого вы будете искать позиции в списке. Оно очень простое. Мы ищем верные суждения о чем-то. Во-вторых, прочитайте представленные в списке позиции и дайте каждой из них обоснование, почему она может или не может подойти в качестве ответа. В нашем случае это пункты 1, 3 и 4. Первый и четвертый пункты это определение труда и денег соответственно. Пункт 3 – наглядная демонстрация закона спроса и предложения в действии. Почему остальные пункты не подходят, вы также записывайте в ходе выполнения задания, чтобы точно знать, почему их нужно исключить. В-третьих, проверьте себя, не допустили ли вы ошибку по невнимательности. Ну и, наконец, запишите ответ в бланк. Как вы наверняка заметили, решение этого задания основывается на уверенном использовании терминов и теории в целом. От вас ожидается знание основных экономических, социально-политических и культурных явлений и процессов в жизни человека. Однако не пугайтесь того, что нужно повторить этот материал. Имена повторить и не более. Вас не будут ловить на каких-то тонкостях и не спросят ничего, чтобы вы не изучили по данным разделам. Кстати, если вы хотите освоить продвинутые техники решения подобных задач, загляните в мой плейлист с разбором тестовой части ЕГЭ по обществу знанию. Там вы найдете разновидности элиминирования, а также продвинутые техники самопроверки. Задание 3. Анализ графика. Вам нужно найти важную социальную информацию, представленную в виде диаграммы. Это задание состоит из двух частей. Во-первых, вы анализируете, что же изображено в диаграмме и определяете наиболее или наименее популярное мнение по заданной тематике. А также высказываете предположения о причинах соответствующего выбора опрошенных. Во-вторых, вы даете собственный ответ на поставленный в ходе социологического исследования вопрос. С первой частью все довольно просто. Внимательно приглядитесь к тому, что изображено на диаграмме и найдите существенное различие в позиции двух групп опрошенных. То есть ваша задача найти столбцы с ответами, которые сильно отличаются друг от друга. Сразу в глаза бросается позиция торговые центры. Среди молодых людей они весьма популярны, в то время как пожилые люди их не очень любят. Так и записываем в ответ. Однако это еще не все. Нам нужно не только записать различия, но и высказать предположения, почему это так. И вот одна из версий. Как и в первом задании, у вас нет задачи угадать, что хочет увидеть преподаватель, проверяющий работу. Цель ВПР понять, как вы научились мыслить сами. Поэтому любое логически обоснованное предложение будет зачтено как правильный ответ. И снова, задание не заканчивается на этом. Еще есть и вторая часть. Это вопрос, который относится к теме исследования. Например, где вы обычно покупаете одежду и обувь? И почему? Тут невозможно дать неправильный ответ. Однако обратите внимание на такую тонкость. Вопрос состоит из двух частей. Где вы покупаете одежду? И почему? Чтобы не упустить вторую часть, возьмите в привычку выделять слова-маркеры. То есть существенную часть каждого вопроса. Четвертое задание. Еще одна калька с ОГЭГ. Установление соответствий. Секрет этого и подобного ему заданий заключается в том, что вы должны начинать работу со второго столбца. Действуйте так. Во-первых, внимательно прочитайте термины или понятия, данные во втором столбце. Дайте им определение в письменном виде. Наука – это область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности. Религия – это определенная система взглядов, обусловленная верой в сверхъестественная. Для нее характерна система моральных норм, обрядов, культовых действий и объединение людей в соответствующей организации. Почему важно начинать со второго столбца? Так вы сразу поймете, с какими терминами и определениями вам предстоит работать и а. не потратите лишнее время, поочередно сопоставляя пункты. Б. Засрахуйте себя от типичной ошибки, когда вы стремитесь подогнать ответы под понравившиеся вам пункты. Во-вторых, прочитайте черты или признаки из первого столбца и соотнесите те, которые являются наиболее очевидными или уже названы в определениях, которые вы подобрали. Мы сразу видим, что строгое следование ритуалам, а также вера в сверхъестественная – это характерные черты религии, а объективное отражение действительности типично для науки. В-третьих, соотнесите оставшиеся пункты. Проверяемость и доказательность выводов подходят для науки и совсем противоречат сути религии, а вот на формирование мировоззрения человека влияет как религия, так и наука. В-четвертых, проверьте себя, обосновав выбор соответствий. Ну и, наконец, запишите ответ у планка. Мне очень нравится технология решения подобных заданий не только из-за ее четкости и понятности, но и потому, что, практикуясь выполнение этих задач, вы повторяете огромные объемы теории. Кстати, более продвинутую версию этого подхода к решению я оставлю в сопроводительных материалах к этому видео. Задание номер пять. Анализ социальной ситуации, описанной форме цитаты. Тут представлено несколько вопросов, которые проверяют знание социальных свойств человека, особенности его взаимоотношений с другими людьми, а также умение объяснять связь между изученными социальными объектами. Сначала вы раскрываете смысл представленной в задаче фразы. Обычно это достаточно устоявшееся в речи сочетание слов. Как вы понимаете, смысл фразы открывает новое дело. Вы можете в любой форме записать, что речь идет об открытии бизнеса. Как именно вы формулируете ответ, не важно. Главное, чтобы это было логически завершенное предложение. Во втором пункте данного задания вы поясняете смысл приведенного высказывания в свободной форме. Снова, от вас ожидают логической завершенности высказывания. Наконец, в третьем пункте вы выражаете свое мнение. Вот тут все немного сложнее. Вам нужно не просто дать абстрактное рассуждение на тему, его нужно обосновать терминами и понятиями из курса общества знания. Вы можете выполнить эту задачу по частям. Первые два пункта обычно не вызывают трудности. А вот третий пункт совсем другое дело. Тут вы можете использовать технику брейнштурма из первого задания, когда вы начинаете на черновике накидывать все возможные идеи, тезисы, термины, которые относятся к предмету. А можете просто оставить этот пункт и вернуться к нему в самом конце работы. Как мы уже выяснили, задание 6 идентично заданию 2. Его разборы есть в сопроводительных материалах, а поэтому двигаемся дальше. Задание 7. Анализ фотографий, на которых изображена некая социальная ситуация или продемонстрирован некий социальный объект. Ваша задача ответить на вопрос, что вы видите на данном изображении. Но это только первая часть задачи. Кроме того, вам нужно дать тому, что вы видите, характеристику с точки зрения обществоведческих понятий. С одной стороны, тут не нужна особая техника. Смотрите на фотографии и описывайте их так, как считаете нужным. Однако есть маленькая хитрость. В вопросах, которые требуют пояснить социальную ситуацию или объект, есть подсказка, о чем идет речь. Например, вот тут. Какое значение имеют для человека данного рода занятия? Прочитав эту часть, мы сразу поймем, что на картинках изображена именно деятельность. Учебная, образовательная или научная. Все подойдет в качестве правильного ответа. Задания, как и все другие, несложные. Но наш главный враг – это время. И это задание не стоит откладывать на потом. Для этого есть более достойные кандидаты. Пользуйтесь подсказкой формулировки вопроса, чтобы найти ответы сразу же. Задания 8 и 9 требуют анализа информации. В их условии заключен некий кейс, который вам нужно решить, используя свои обществоведческие знания. При этом восьмое задание – очередное рассуждение касательно социальной ситуации. Вы уже знаете, как решать подобные задания. Брейнштурм – надежная техника. Но вот вам еще одна для разнообразия. Она называется обратная аргументация. Вы на черновике записываете пару-тройку фраз, которые обратны условию задания. В нашем случае, что Екатерине не следует делать. Иногда нам легче смоделировать негативную ситуацию, а опираясь на нее дать ответ на поставленный вопрос. В общем, вам нужно начать размышлять над вопросом, и тогда найти правильный ответ станет легче. Девятое задание требует в качестве ответа термин, который описывается в условии. Я еще раз напомню, все задания относятся к базовому уровню сложности, поэтому общий перечень терминов есть в вашем школьном учебнике. Не поленитесь посмотреть его ради баллов за эту задачу. Последнее задание ВПР за номером 10 – мини-сочинение. Точнее, сообщение на заданную тему с опорой на представленные термины. Вам дается 6 понятий, которые вы должны использовать при написании этого сообщения. По сути, нам нужно корректно употребить термины в тексте, а для этого нужно их корректно проанализировать. Во-первых, дайте определение каждому из терминов. Далее установите между ними связь. То, как термины соотносятся друг с другом, определит структуру вашего сообщения, а их определение – содержание. Кстати, нередко термины уже записаны для нас в оптимальном порядке, и вы можете использовать их по очереди, добавляя фрагменты, обеспечивающие логическую связь. Посмотрите, например, на вашем экране. Что касается системы оценивания работы. Задания 2, 4, 6 и 9 оцениваются в 1 балл. Вы либо выполнили их правильно, либо нет. Остальные же задачи имеют разную стоимость в баллах, и их вы видите перед собой. Чем более полный ваш ответ, тем больше вы заработаете за то или иное задание. Поэтому, если вы, например, в 10 задании не знаете один термин, вы все еще можете получить 4 балла, и ваша общая оценка будет 5. Собственно, вот шкала перевода баллов ВПР в школьную оценку. Про всероссийскую проверочную работу по обществознанию можно сказать еще одну вещь. Для нее не требуется специальная подготовка, о чем прямо сказано в ее описании. Однако многие ее элементы это кирпичики, из которых сложится ваша подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. В следующий раз мы разберем ВПР по истории. Ну а на сегодня на этом все. С вами был Дремов Николай. Берегите себя и свои баллы.